Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу поговорить сегодня о вопросе, связанном с недвижимостью. Я расскажу вам, как избежать проблем при покупке недвижимости на стадии застройки. Стадия застройки – это такие проекты, которые еще, может быть, даже и не имеют ни фундамента, ни основания, даже котлованами может быть для застройки, просто есть какое-то определенное место, на котором проект планируется создать. Сейчас хочу рассказать вам о плюсах приобретения жилья в Эмиратах. Конечно же, это выгодные инвестиционные проекты, а также при покупке жилья вы имеете право вида на жительство. Но имейте в виду, что только от миллиона дархам дает вам право вида на жительство. То есть, резидент визы, которая дается на три года, она дается всем членам семьи, ее также нужно будет продлевать каждые три года. Также не забудьте, что в течение 180 дней, пока действует виза, вы должны обязательно хотя бы раз посетить страну. Ну, в этом нет ничего плохого, это, наоборот, плюс для вас еще раз приехать и отдохнуть в этой прекрасной стране. Приобретать недвижимость может как частное лицо, так и компанией. И стоит отметить, что те проекты, которые есть в Дубае, разделены на определенные части. В некоторых зонах могут покупать иностранные граждане, а в некоторых только граждане ОАЭ. Желательно, конечно, чтобы ваши проекты, тот дом, который вы планируете покупать, квартиру или в доме, находились, конечно, в хорошем расположении. То есть, учитывайте, насколько близко от дороги, насколько близко будет к метро, к инфраструктуре. И насколько, по вашим пожеланиям, ближе к центру или ближе к морю. Недобросовестные застройщики могут вас обмануть следующим образом. Например, предлагать проекты, которые по документам будут находиться в одном месте, а на самом деле вас будут возить и показывать даже, может быть, уже дом, который там фундамент имеет, началась какая-то там стадия застройки, первый, второй этаж построенный. И предлагать вам, что вот уже началось строительство этого дома. Люди, которые не очень ориентируются в районах Дубая, в проектах, могут совершить ошибку, подписав скороподительный контракт. Потому что могут, например, привезти, показать вам одно место, а по договору будет прописан адрес совершенно другого проекта. То есть могут наобещать кучу-кучу всяких плюсов вложения в недвижимость, а на самом деле вы останетесь в минусе. То есть реальная стоимость этого проекта одна, а предлагают вам совершенно другую, естественно, завышенную стоимость. То есть некоторые застройщики могут не рассчитаться по долгам еще с предыдущими своими инвесторами, а предлагать уже новые проекты. Учтите это. То есть вкладывайте деньги в то жилье, которое еще не достроено для предыдущих, или это будут вложенные деньги в ваш проект. Обратите внимание на то, что обязательно у компании-застройщика должна быть лицензия, которая зарегистрирована в земельном реестре, который называется RERA. И владеть компанией Real Estate, компанией по недвижимости, может только гражданин Арабских Эмиратов. Сейчас я вам покажу лицензию, как она выглядит. Лицензия Commercial Access. Значит, здесь номер лицензии указан. Указан, когда выдана она и дата окончания. Мы обязательно владеем, вина этот араб, эмир, гражданин Арабских Эмиратов. И мы, вот его имя. Чтобы определить, что застройщик является добросовестным, желательно, конечно, все сделки проводить через юридическую компанию. И опять же, обращу внимание, что когда вы выбираете застройщика или компанию, обязательно проверьте, нет ли у них таких недостроенных проектов. Потому что, кто знает, возможно, вы вкладываете деньги, и неизвестно, в свой проект или тот, который еще не достроен. Опять же, профессиональные юристы вам об этом скажут. Потому что, возможно, в Legal Company заведен кейс на эту компанию, да, и может быть не один. И вам отрекомендуют ее, вкладывают туда свои средства. Контракт, который вы планируете подписать и заключить в компании застройщика, должен содержать все, что вам обещают, все, что вам предлагают, должно быть прописано в контракте. Если вам обещают застроить дом в течение двух лет, это сроки, которые должны быть оговорены. Если ваша квартира, там, дом или вилла будет стоить, к примеру, миллион дрхам, это должно быть оговорено в договоре. Проценты, по которым будут происходить выплаты, например, 10% в начале, 40% в середине, 50% в конце. Опять же, все это должно быть указано в договоре, в контракте. Куда выходят окна? Все это тоже должно быть прописано в контракте. Будет у вас вид на море или вид на пустыню, это влияет также и на стоимость проектов. Все проекты разные, все предлагают подарки. Может быть, просто построен дом, да, сами знаете, плитка на полу и стены белые. А может быть, как я уже говорила, отель-апартамент, который будет содержать уже мебель и кухня включенная. Может быть, даже индивидуальный проект, да, по вашему желанию. Обязательно учтите в контракте такой пункт, который будет называться «Ответственность сторон в случае невыполнения условий по договору». Обратите на этот пункт особое внимание. Обязательно в этом пункте учтите, какую ответственность несете вы и какую ответственность несет застройщик в случае невыполнения условий контракта. Договор купли-продажи должен быть заключен в письменной форме, нотариального заверения не требуется, может быть заключен на английском языке. Но имейте в виду, что если возникнут какие-то проблемы, которые будут связаны с подачей исков в суд, в полицию или прокуратуру, обязательно нужно будет документы перевести легализованно на арабский язык. Прежде чем подписать контракт, рекомендую вам обратиться к лиристам, которые обсудят с вами все пункты договора, которые подскажут вам все плюсы и минусы в этом контракте, что вы теряете, что вы приобретаете, что приобретает застройщик. Ну и опять же не торопиться, обязательно сто раз все перепроверить, взвесить, не поддаваться на прекрасные красивые рассказы о будущем вашем проекте и не вестись на красивые картинки уже с мебелью, потому что все это выполняется в 3D-дизайне, диван, начиная от подушечек к одеялам на кровати. Поэтому все обязательно взвесьте, сто раз подумайте, прежде чем ставить свою подпись. Ну и у юристов также вы можете проконсультироваться, узнать, не заведены ли дела, кейсы в полиции, в судах на компанию застройщиков. Сейчас очень много бывших инвесторов подают в суды иски на застройщиков за недобросовестное выполнение обязательств перед ними. По каким вопросам вы можете обратиться в суд, я вам сейчас перечислю, это если у проекта вам нечем платить дальше. Например, проект в 2008 году стоил 3 миллиона, а после кризиса он стал стоить миллион. То есть вы можете обратиться с этой проблемой в суд, вам сделаю перерасчет в связи с кризисом, что вам нечем больше платить, проект очень дорогой, он себя не оправдал. И во время кризиса цены упали, и, соответственно, цена проекта стала дешевле. Вы переплачиваете. Кто-то вообще хочет себе деньги вернуть, и тут же кто как. Кто на что рассчитывается, кто вообще не хочет этого проекта, верните мне мои деньги. А кому-то, наоборот, предлагают, например... Есть же такие компании, у которых уже есть готовые проекты, и они могут, например, инвестор выплатил из этих трех полтора миллиона, но дом еще не построен. Компания может предложить ему уже в готовом у них проекте за полтора миллиона, например, жильем. То есть ни они не теряют деньги, чтобы возвращать, ни он не теряет, то есть ему не нужно еще полтора миллиона доплачивать, то есть он выплатил, например, все. Суды также обращаются и по срокам. То есть если ваша недвижимость должна была быть сдана в 2011-2010 году, до сих пор проект не сдан, также с этим вопросом вы можете обратиться в суд. По закону Арабских Эмират, если вы подали в суд, именно по такому вопросу, что застройщик не выполнил условия по договору и вовремя не закончил проект, например, должен был быть проект в 2010 году, сейчас в 2013 год, то есть уже три года как проект не сдается в эксплуатацию, имейте в виду, что за каждый год просрочки вам положено 9% неустойки. Процесс этот подачи иска в суд на компанию может быть затяжным, но хочу сказать, что сейчас правительство ОАЭ очень заинтересовано в инвестициях в строительные проекты, в то, чтобы граждане других стран вкладывались деньги в бизнес, в развитие структуры Дубая. И, как правило, суды такие выигрышные. Это все, что я вам хотела рассказать. Наталья специально для проекта «Ин Дубай». Если у вас есть вопросы на юридическую тематику, то вы можете оставить их вот здесь, в комментариях.